Могучий Дольф Лунгрен Эпатажная Грейс Джонс Казалось бы, что эти люди были из параллельных миров, но они встретились и образовали одну из самых странных пар Голливуда. Когда они проходили мимо людей, толпа постоянно перешептывалась за их спинами. Дольф Лунгрен и Грейс Джонс стали заметны, несмотря на то, что на тот момент, в первой половине 80-х годов, он еще никому не известный спортсмен, вышибала. Зато она уже очень успешная певица, модель и киноактриса. Дольф Лунгрен в свои 23 года учился в Австралийском университете, подрабатывая вышибалой в ночном клубе Сиднея. Именно в Австралию прилетела Грейс с концертами, где и заметила могучего скандинава. Знойная американка ямайского происхождения сразу же обратила внимание на сурового нордического парня. Ее привлекла в нем отличная физическая форма. Сам же Дольф себя описал в тот период довольно скромно. Глупый мальчишка из Швеции. 23 года. Мало чего понимал. Высокий блондин и неплох с собой. Он стал ее телохранителем. Грейс перевезла Дольфа в США, Нью-Йорк. Роман продлился 4 года и уже был близок к свадьбе. Однако они были настолько разные, что просто не могли быть единым целым. И термин «семья» явно не мог охарактеризовать эту пару. Она экстравагантна, любит пышные вечеринки, атрибутами которых являются запрещенные вещества и алкоголь. Он же по два раза в день зависал в спортзале и активно работал над собой. В тот момент он фактически был никем, пытаясь стать моделью, но был слишком высоким и мускулистым, не подходя под нужные стандарты. Один из знаменитых художников, Энди Уорхол, с которым общалась Грейс, задал вопрос Дольфу «Чем ты знаменит?» Пока что могучий швед не мог дать того ответа, который бы удовлетворил самого Дольфа, поскольку он был известен только как парень Грейс. Но Энди нравился типаж Дольфа и он любил фотографировать его. Совместная жизнь Лунгрена и Джонс не могла быть охарактеризована как сожительство любящих и моногамных сердец. Дольф сознался в том, что Грейс приводила к ним домой несколько девушек, по 4 или 5, ну, скажем так, для совместных игрищ. Лунгрен говорил, что в теории это вроде как здорово, однако когда тебе нужно вставать рано утром, чтобы биться с Сильвестром Сталлоне на съемках картины «Рокки 4», то эти развлечения уже казались не настолько хорошей идеей. Тень Грейс постоянно нависала над Лунгреном, и он сам признавался, что чувствовал себя мальчиком на побегушках у нее. Пробившись в кино, он получил независимость. Дольф рассказал, что в тот момент, когда он шел на премьеру картины «Рокки 4», журналисты теснили его, чтобы сфотографировать Грейс Джонс, однако премьера картины все перевернула с ног на голову, буквально за полтора часа. Теперь журналисты уже хотели сфотографировать новую звезду в лице Лунгрена. Дольф тогда сказал, что такое бывает в Голливуде, когда кто-то неизвестный становится звездой в одночасье. Именно после того, как популярность Дольфа поползла вверх, он уехал в Лос-Анджелес, уже в свою квартиру, правда пока что съемную. Тогда пара начала постепенно отдаляться друг от друга, и они расстались. Лунгрен говорил, что Грейс уважала его, однако при этом комфортно он себя с ней не чувствовал. Некоторые полагают, что роль Ивана Драга в суперхите «Рокки 4» стала дебютной для Дольфа. Но это не совсем так, поскольку изначально была эпизодическая роль в одном из фильмов о Джеймсе Бонде под названием «Вид на убийство» в 1984 году. Кстати, в этот фильм его протолкнула как раз Грейс, а однако занятно, что в ноябре 2020 года Дольф в своем инстаграме благодарил именно Сильвестра Сталлоне за то, что тот ввел его в мир шоу-бизнеса. Пост был приурочен к 35-летию со дня премьеры «Рокки 4». Грейс, осознав, что потеряла крутого парня, приехала к нему в Лос-Анджелес из Нью-Йорка и пошла к Лунгрену с заряженным пистолетом, поскольку полагала, что агент Дольф чуть ли не держит его в заложниках, ведь тот запретил своему подопечному контактировать со своей бывшей возлюбленной. Какие-то издания писали, что Грейс все-таки в порыве эмоций подстрелила Дольфа. На самом деле информацию об этом я не встречал в широком доступе, так что есть повод полагать, что это просто журналистская байка. Напишите в комментариях, может вам что-то известно по этому поводу. Дольф в мае 2019 года опубликовал пост в своем инстаграм. Вот эту фотографию, на которой он запечатлен с Грейс, держа ее на руках. Они счастливы, а кадр сопровождается словами. «С днем рождения, Грейс!» Вспоминая эти безумные дни. Так что надо полагать, что Грейс все-таки оставила добротный след в сердце могучего скандинава. Как бы там ни было, но Грейс стоит сказать спасибо за то, что притащила в Голливуд такого колоритного и мощного паренька. Фильм, из которого мы засматривали на видеокассетах до дыр. Пишите комментарии под этим роликом, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем добра и до новых роликов!